Продюсер Наталья Макритская 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 И, как правило, это не первый этаж, не второй, это где-то на третьем, четвёртом, а то и выше. И это было действительно страшно, потому что, когда мы просто пришли в одну из школ, мы спросили, а вот у вас двое колясочников в классе коррекции, у кого-нибудь кто поднимается, у вас нет лифта, нет мандусов, нет ничего. И директор тогда сказал, у вас всё отлично, всё хорошо, у нас наложена система. Я говорю, какая система? У нас, вот мы назначаем по школе в обычных классах дежурных, которые приходят на полчаса раньше. Вот они постоянно меняются, но каждый день они приходят, ну как бы не в 8.30, а в 8 утра, и поднимают на руках туда колясочников, а после уроков их оттуда спускают. И мы просто встретили этих ребят и с ними пообщались, и они сказали, как они их вообще ненавидят, презирают и так далее, потому что их заставляют приходить на полчаса раньше в школу, и всё, что вообще происходит между ними, да, это такая ненависть и совершенно какие-то чудовищественные отношения. Это именно только потому, что вот один конкретный директор придумал такую систему, которая только создаёт эту пропасть ещё больше. Их взаимоотношения между такими ребятами, они, ну как бы просто, ну как бы сразу невозможны. Ну я не могу сказать, что оно мрачное, оно больше объективное. То есть в жизни есть чёрное, есть белое, но всё существует где-то между этими двумя цветами, и все остальные цвета существуют между чёрным и белым. Здесь было на самом деле важно, что мы рассказывали, мы в сценарий закладывали свои истории из своей школы. Каждая вообще сцена в фильме, мы очень долго сидели перед съёмочным периодом, просто проговаривали свои истории из школы. Очень было, ну то есть для меня было важно, чтобы ребята, которые это будут играть, чтобы у них это был, ну опыт такой, да, какой-то, чтобы они знали в каждой сцене, было у них такое или нет. И те ситуации, например, когда, например, у меня там Филипп или Маша говорили, что ой, а вот у меня такого не было, нужно было, ну то есть найти кого-то рядом, вот у кого такого дуэа, кто мог поделиться таким опытом. И, ну то есть мы замещали такой, то есть это опыт актёров, сценариста, мой опыт продюсеров, то есть всё было вместе как-то вот, именно сконцентрировано на этой истории. Но я не могу сказать, что, ну это такой разговор, которым ты закрываешь свои школьные огни какие-то. То есть я, ну для себя, например, этим фильмом полностью закрыл, ну вообще какие-то те истории, которые были там. То есть, например, главную героиню звали как мою первую девушку. Там очень много таких перекличек, которые есть и возникают. Для меня было очень важно, ну просто поставить такую точку и как бы, и вот перейти на какой-то следующий этап. Но я не могу сказать, что я долго там, как бы, отходил, ну так вот сняли, и всё. Видела ли ты чем-то такое же, ай, скажи, скажи мне, не молчи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok